Приветствую подписчиков и гостей канал Банковский. Сегодня мы разберем кредитную карту возможностей, а точнее ее плюсы и минусы. Мы не будем заострять внимание на условиях, потому что это не обзор карты целиком, это лишь анализ ее плюсов и минусов. Что мы можем сказать? Во-первых, карта это очень хороший продукт, конкурентно способный, который едва ли не на первом месте находится в настоящее время. Почему? Потому что Банк ВТБ дает беспрецедентные условия для тех, кто оформляет карту до 31 января 2022 года. Какие условия их ожидают? Во-первых, огромный льготный период, который не уменьшится в будущем до 200 дней без процентов на все покупки, если вы не снимаете наличность. Обслуживание и смс-оповещение 0 рублей это тоже большой плюс, потому что до сих пор еще остаются карты, за которые взимают неплохие деньги за обслуживание. Ну и в принципе люди пользуются, хотя можно взять уже и бесплатную карту. Кэшбэк на все покупки до 10 процентов, несмотря на то, что некоторые нарекания по кэшбэку есть, все равно это интересное предложение. Ну и снятие наличных и переводы без комиссии возможно до 50 тысяч рублей. Кроме этих плюсов можно и обозначить и другие. Например, возможность выпуска дополнительных карт без оплаты. То есть, одну карту как минимум вы можете, ну там в зависимости от тарифа, но одну вы можете выпустить без проблем, без дополнительной оплаты. Причем на нее распространяются все те же условия, что и на основную карту. Это очень удобно, например, для супругов. Потому что, например, у супруга есть кредитка, а у жены нету, например, у супруги. Соответственно, он ей дополнительную карту выпускает и уже оба могут пользоваться. Также нужно отметить высокий кредитный лимит. Правда, он устанавливается индивидуально, но как утверждают, опять же, пользователи данной карты, даже если вы не являлись клиентом банка ВТБ, но у вас, например, стабильная зарплата, вы раньше брали кредит и у вас есть кредитная история, то вам минимальный кредит назначают выше 50 тысяч рублей. Это тоже можно считать плюсом. Ну и такой небольшой плюсик еще, который тоже стоит посчитать, это вы получаете доступ при оформлении карты ко всем сервисам ВТБ. То есть, это и приложение ВТБ, это интернет-банк, это возможность привязки карты к телефону, пополнение, изменение лимитов и так далее. Плюс еще банк ВТБ, он достаточно охотно повышает кредитный лимит. То есть, если вы 3 месяца будете активно картой пользоваться, вам кредитный лимит повысит без проблем. Причем могут значительно повысить. Я обсуждал со знакомым ситуации, когда повышали кредитный лимит с 50 сразу до 200-300 тысяч. Поэтому, в принципе, нормальный вариант. Также нужно сказать о минусах этой карты. Существует комиссия за подключение кэшбэка. Есть бонусная программа, но она крайне неразнообразна. Жалуются на то, что программа подходит очень ограниченному кругу лиц. Ну и, соответственно, если вы привыкли копить кэшбэк, выбирать различные варианты, то это не ваш, конечно, случай. Необходимо подтверждать официальный доход в обязательном порядке. То есть, просто так карту практически не оформляют. Если говорить о процентных ставках, то здесь это как бы надуманный вариант. Тут некоторые говорят, что она высокая процентная ставка. На самом деле, если мы взглянем на тарифы более подробно, вот здесь в табличке они есть, процентная ставка будет от 14,9 до 28,9. Соответственно, вот в этом диапазоне индивидуально одобряют ставку. Это на покупки. Ну и 34,9 это на снятие наличных. То есть, в принципе, это нормальные процентные ставки. Если вы получите до 20%, это будет вообще идеальный вариант. Поэтому здесь все, скажем так, индивидуально, если говорить конкретно по процентным ставкам. Ну и если подытожить, можно сказать, что данная карта все-таки в десятку лучших точно входит. Ну, по крайней мере, по моему мнению, если вы не согласны, пишите комментарии. Также, если у вас вопросы, тоже задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.